Значит, если у нас есть такая система, и если мы считаем, что эта система записана в полярных координатах, то чего нужно потребовать? Вообще, чтобы это было корректно определено, нам нужно, чтобы f и g периодически зависели от φ. Значит, чтобы это была система корректно заданная, как минимум f от r φ должно равняться f от r φ плюс 2πk. Для всех k и z. И то же самое про функцию g нужно сказать. Но понятно, что в тех примерах, которые обычно даются, это условие выполняется. Иначе просто это не уравнение в полярных координатах. Иначе просто у вас для... Поскольку у одной точки есть разные полярные координаты, отличающиеся по углу на какое-то количество целых оборотов, то если у нас правая часть не является периодической по φ, то это просто не является корректно заданным уравнением в полярных координатах. Ну, естественно, мы подразумеваем, что r больше либо равен нулю. Ну, в принципе, как бы можно рассматривать случай, когда r отрицателен, хотя это, может быть, в какой ситуации это было бы и полезно. Ну, а обычно подразумевается, что r больше либо равен нулю. Вот. Значит, ну и при вот таких ограничениях никаких... Если у нас есть вот такие ограничения на функции, то никаких ограничений на φ накладывать вроде как не надо. Другое дело, что когда вы делаете там переход от полярных к Декартовым, там у вас чаще всего они как-то возникают. Но вот вам нужно перевести точку с координатами x, y в точку с полярными координатами. Понятно, что у нее угол φ определенно неоднозначный, опять же, с точностью прибавления двух веков. Вот. Ну, вот вам нужно как-то выбрать, допустим, сказать, что вот мы будем выбирать φ только от минус π до π или от 0 до 2π. Но это просто особенность того, как вы записываете переход к другой системе координат. Ну, например, я рисую фазовый портрет, и мое уравнение выглядит следующим образом. Ну, просто окружность, и при переходе к новым полярным координатам у меня r' φ' равно 0,1. Да, отлично, да, отлично. Вот у нас есть просто x' точка равняется минус y, y' точка равняется x. Значит, если мы перейдем к полярным координатам, то у вас будет r' с точкой равняется 0, φ' с точкой равняется 1. Может быть, только у меня, но ничего не меняется. Ничего не меняется, да, потому что я скрыл окошко, вот теперь меняется. Вот. Значит, какой у вас вопрос по этому переходу? Вот. Я начинаю рисовать график в полярных координатах, там вертикальные прямые, и все классно. Я должна их как-то ограничивать на области? Ну, то есть вы нарисовали как бы вот в таких координатах, в выпрямленных полярных координатах, да? Да, да, да. Ну, просто смотрите, вот можно нарисовать в этих координатах, да, можно... Тут такой лингвистический вопрос, что означает задание «нарисуйте график в полярных координатах». Означает ли это, что вам нужно перейти вот в этих координатах, как бы сделать их декартовыми, эти полярные координаты сделать вот такими, и нарисовать здесь график. Или имеется в виду, что нужно... Или вот, например, вам дано вот такое уравнение, просить нарисовать его фазовый портрет. Значит, какую картинку от вас ожидаю. Но, значит, нарисовать, может, конечно, что бы картинки, значит, здесь у вас будут... Ну, я не знаю, я бы сказал бы, что... В принципе, можно сказать, что эта вся картинка, на самом деле, такая картинка, нарисованная на... Ну, вот... Я бы сказал так, что полярные координаты отображают нам, на самом деле, вот такую полосу во всю плоскость. Значит, вот такую полосу. Допустим, здесь 2π, здесь 0. Вот. Поэтому можно нарисовать картинку вот здесь. То есть, допустим, сказать, что у нас вот так вот будут фазовые кривые. А так они будут идти-то? Ну, да, вроде так. Физ точка равняется единице. Вот. И, значит, а вот эти точки мы подразумеваем склеенными. Это, на самом деле, картинка не на... Даже не на куске плоскости, а фактически на таком... Как бы цилиндре, таком склеенном. Ну, потому что эта точка действительно в точке есть та же самая, что эта точка, когда мы перейдем к исходным координатам. Вот. Но, как бы, даже если вы нарисуете просто вертикальные прямые, это не будет ошибкой. Если вы нарисуете какие-нибудь прямые для отрицательных R, но это будет выглядеть немножко странно. Но... Ну, как бы, будет ли это ошибкой, мне так как-то сложно сказать. Я бы не сказал. Вот. Но, естественно, если... Вот, смотрите, если я задал... Если я задал уравнение вот в таком виде и говорю построить фазовый портрет этого уравнения, я скорее ожидаю увидеть не... Ну, там, если это специально не оговорено, то я скорее ожидаю увидеть вот такую картинку. Потому что, ну, как бы, вот это, это способ задания координат, но вот таких координат на плоскости. Поэтому, когда у меня фи меняется, то это означает, что точка описывает окружность. Как бы обычно призывается вот это. Ну, там написано в исходных координатах и в полярных. Поэтому... Ну, полярных. Ну, да, ну, да. Ну, тогда имелось в виду, тогда имелось в виду вот эта картинка, вот эта картинка. Вот. Ну, про эту картинку я говорю. Мне кажется, что осмысленно ее рисовать вот в такой области. Ну, потому что... А дальше она просто будет автоматически, периодически вот так продолжаться, никуда не денется. А сюда, как бы, ее довольно бессмысленно. А можно тогда небольшой вопрос тогда с домашкой, получается, связан? Вот у нас может получаться, что у нас может быть положительный R и отрицательный R, и при этом они задают, по сути, одну и ту же траекторию в исходных координатах. Такое возможно, да. Такое вполне возможно. То есть мы считаем это как разные решения или как одно решение? Ну, то есть как бы, как нам их интерпретировать? Нет, но я бы сказал, что их нужно интерпретировать как одно решение, потому что все-таки у вас в исходном вашем фазовом пространстве, это будет одна и та же кривая. Да, окей. То есть мы смотрим на... Ну, то есть мы говорим, что решение одно и то же, когда оно одно... Ну, что это одно решение, когда оно одно в исходных координатах. Я думаю, что так. Ну, типа... Просто в полярных это два разных, например. Ну, я понимаю, да. Ну, как бы переход в полярные координаты... Ну, понятно, что переход в полярные координаты не является взаимно однозначным отображением. Это отображение, которое вам... Как бы плоскость... Ну, вот как бы если представить себе, как работает переход в полярные координаты, он берет и всю плоскость, во-первых, накладывает саму на себя дважды, потому что если разрешить R быть отрицательным, то это означает, что там какая-нибудь... Вот эта точка соответствует вот этой точке. Это просто одна и та же точка. Или там вот эта соответствует вот этой. Вот. И... А плюс ко всему еще и накручивает много-много-много раз эта плоскость на саму себя. Поэтому понятно, что из-за невзаимной однозначности отображения у нас могут возникать такие эффекты, что решения вдруг как-то размножаются, хотя вроде не должны быть. Ну, да. Такая вот особенность. А можете повторить? Вот на правом графике, как мы определяем, какую сторону ставить стрелочки? В какую сторону ставить стрелочки? Давайте посмотрим, правильно ли я ее поставил. Значит, я просто смотрю на исходное уравнение, беру любой вектор из соответствующего векторного поля. Вот давайте я, допустим, возьму вот такой вот вектор. Значит, нужно оси подписать, иначе это не имеет большого смысла. Значит, я взял вот такой вектор, куда он будет торчать. Если верить этому уравнению, то он будет торчать вверх. Потому что это точка 1,0. значит, вектор, а вектор будет соответственно 0,1. Правильно? Ну, значит, и стрелочка вверх. Ну, это вот если у нас есть какой-то удобный вид исходной системы, а если она какая-то кривая, ну, и то есть на нее не так удобно смотреть. Ну, смотрите, как правило, как правило, ситуация следующая. Если у вас как-то нарисован фазовый портрет, то вам достаточно поставить направление на одной фазовой кривой. После этого направления на всех остальных фазовых кривых будут, так сказать, по непрерывности понятно, как устроены. Потому что, ну, вот, допустим, если я знаю, что вот здесь у меня стрелочка так стоит, значит, на близкой траектории она будет тоже в эту сторону направлена. И дальше еще на близкой она тоже будет в эту сторону направлена. Поэтому, как правило, достаточно взять любую точку, смотреть на вектор в этой точке, какой вам удобен. Ну, один уж вектор вы как-нибудь можете всегда построить. и с помощью этого можно понять направление. Хорошо, понятно. Спасибо. Так, хорошо. Еще вопросы? Что важно в графике, когда мы его строим? Ну, то есть, как бы, потому что я не уверен, что все красиво рисуют и так далее. То есть, на что, в основном, будет, ну, от чего будет зависеть, какая условная оценка за пункт с графиком, если там он немножко криво построен там и так далее. Ну, смотрите, важны... Про что важно помнить? Важны некоторые качественные характеристики фазового портрета, такие как особые точки, значит, их хорошо бы поотмечать, траектории, которые стремятся к особым точкам, если это, например, что-нибудь типа седла, то там должно быть как-то отмечено вот те траектории, которые являются сепаратрисами, стремящиеся к особым точкам. Дальше, например... Ну, например, опять же, там, в лейных системах важно различать узлы и фокусы. То есть траектория закручивается или траектория просто стремится под каким-то направлением. Значит, ну, по высоконавычному это называется монодромность. Особые точки бывают монодромными, бывают не монодромными. Значит, ну, давайте я напишу просто. Закручиваются ли траектории? Закручиваются это означает следующее, что если вы возьмете точку, особую точку, например, возьмете какой-нибудь отрезочек, который выходит из этой особой точки. Правда ли, что траектория будет пересекать этот отрезок бесконечное количество раз? Чего еще может быть важным? Так прям исчерпывающий список того, что может быть важным, конечно, не... Ну, просто, условно, например, выпуклость какая-нибудь, которую очень сложно на всем графике проследить, чтобы с ней было все хорошо. Там, условно, это важно. Нет, нет, нет. Если в условии не написано прямо, что вам нужно вот в этой ситуации проследить за выпуклостью, то нет. Выпуклость — это вообще такая штука, которая... просто так не поймешь, как она устроена. Выпуклость скорее нет. Да, просто у нас были настолько подробные исследования графиков, что уже непонятно, что является поверхностным исследованием. Ну, да. Но, смотрите, значит, я, как правило, те задачки, где требуется построить график, как правило, я там стараюсь перечислять, что конкретно там нужно отметить. вот, и, значит, я надеюсь, что я попробую сделать так, чтобы было понятно, какие именно элементы должны быть и отмечены, и какие элементы важны. Ну, про выпуклость я говорю, что если явно не написано, то скорее нет. Никто не следит за выпуклостью. Ну, вот, когда я рисую какое-нибудь там седло, да, вот я как-нибудь вот так вот рисую, ну, и, в общем, я считаю, что я вполне доволен таким графиком. Здесь у меня, кстати, ошибка. Если у меня не в ту сторону стрелочка стоит, то теперь в том. Ну, вот так как ты нарисовал седло, вроде понятно. Ну, вот, например, если я нарисую седло как-нибудь вот так, вот так вот, я бы сказал бы, что здесь ошибка. Кто может сказать, какая ошибка? Я его еще даже не дорисовал, а ошибка уже есть. Почему у меня в большей степени нравится левое седло и не нравится правое седло? Сепаратрисы не на одной прямой лежат, но под разными углами ходят. Да, совершенно верно, значит. Мы знаем, что там даже нелинейные седла, у них сепаратрисы должны касаться соответствующих собственных направлений. Поэтому вот здесь я это более-менее, хотя тоже не очень аккуратно нарисовал, но тут как-то это не настолько бросается в глаза. Как-то вот так вот. Здесь они более-менее являются продолжением одно, а другое, такой гладкой кривой. А тут вот прям явно виден излом, и это плохо. То есть нам, по сути, важно только, ну, если как-то в общем виде это сформулировать, то показать поведение функций вблизи особых точек, а там условно на бесконечности, а какие-то конкретные нелинейные темы уже не так важны. Ну, да, у нас не так много возможностей по изучению нелинейных тем. Но, как бы, из таких фазовых портретов, которые мы умеем строить довольно хорошо, это фазовые портреты линейных особых точек вблизи, ну, или нелинейных, но вблизи особой точки, в тех случаях, когда они похожи. Либо это что-нибудь на тему, вот там, когда у вас первый интеграл простой, типа уравнений, уравнений консервативных систем, когда у вас первый интеграл, про который мы понимаем, как устроены его линии уровня. Ну, и там, конечно, тоже хорошо бы, чтобы было бы правильно построено. Ну, то есть, допустим, если вы построите какую-нибудь такую штуку для консервативной системы с одной степенью свободы, допустим, у вас это самое, потенциальная энергия выглядит как-нибудь так, и вы строите какую-нибудь такую картинку. Вот такую вот. Так, только что, странички. Ну, и если у вас явно формулой задана эта самая потенциальная энергия, и явно видно, что вот здесь квадратичное касание, что это не касание более высокой степени, а это именно квадратичное касание, то вот здесь, по идее, не должно быть вот такого вот касания, здесь должно быть что-то похожее на седло. Такое вот пересечение. Почти по прямым. Ну, вот это выглядит... Вот такая картинка выглядела бы довольно странно. Не знаю, стал бы я снижать оценку или нет, но, наверное, если прям совсем за одной формулой, то, наверное, бы снизил бы, потому что мы обсуждали в какой-то момент, что вот в этих точках здесь будет именно именно вот пересечение вот такой вот, что тут будет что-то типа модуля, модуля X. Ну, вот такие вещи тоже, например, в этом случае нужно отслеживать. Ну, в общем, вот какие-то такие вещи. Скажем так, должно быть отмечено то, про что вы точно знаете, что оно верно. С использованием тех методов, которые мы обсуждали. Ну, а там проводить полный анализ функции, там, неявно заданной функции, которая все это делает, считать там, находить промежутки выпуклости, всего этого, конечно, не нужно, если это, опять же, не задано явно как часть задач. Вот. Хорошо, еще вопросы? Маленькие, совсем, извините, что так много. Сколько у нас лекций еще осталось? Лекции у нас осталось... Когда они будут? Лекции у нас осталось, кажется, две. Считаю сегодняшнюю, если я успею за сегодня рассказать то, что собирался. И будут они... Значит, вторая лекция будет где-то на майских праздниках, кажется, в пятницу восьмого. Правильно, нет, неправильно. Значит, сейчас, нет, восьмого должен быть семинар. Да, неправильно. После майских... Значит, расписание у нас такое. Сегодня лекция, завтра медтерм. Контроль, значит, этот самый... Семинар будет... Какого там? Восьмого в пятницу, восьмого мая. А следующая лекция, соответственно, ну, когда там по расписанию во вторник. Двенадцатого, получается. Двенадцатого, да. И пятнадцатого, наверное, будет еще один семинар. И все. Вон так. Еще, спасибо. У меня вопрос есть по поводу медтерма, точнее, по его организации. Да, давайте. Вот у нас будут части, и каждую часть нужно будет сдать в какой-то момент времени. То есть, например, через 40 минут. Вот этот дедлайн, насколько он строг, и какие штрафы, например, на минуту, на 30 секунд, если я позже загрузил. Сложно на такой вопрос отвечать. Значит, я не планирую принимать работу с данной после дедлайна. Значит, но... Ну, я не знаю, можно с другой стороны придумать какой-нибудь очень быстро, очень быстро убывающий штраф. Но мне кажется, что проще сказать, что просто работы после дедлайна не принимаются, и вам нужно... Если вы боитесь, что что-то у вас в последние 5 секунд зависнет, то сдайте 2 минуты раньше. Наверное, так. Ну, хорошо. Спасибо. Ну, а можно, например, сделать так, чтобы... Ну, вот открывается ссылка на новую задачу, но при этом ссылка на старую не закрывается, еще 5 минут, допустим, работает. Ну, то есть как-то 5 минут потом перекидываете, чтобы было время, если... Да, я думаю, что я так и сделаю. На линейке я в конечном итоге так и сделал, что вы можете загрузить... Значит, ну, вот у вас в какой-то момент открывается следующая часть, а вы можете еще в течение 5 минут загружать предыдущую часть. Да, да, да. Я не знаю, что это... То есть, как бы... Это вроде бы ничего хорошего не дает, потому что общее время выполнения такое же. Вот, но, может быть, психологически чуть-чуть проще будет жить. Ну, то есть, если что-то вылетит, то мы получим меньше времени на следующую задачу, но при этом все-таки сможем отправить предыдущую. Ну, да, но с другой стороны, казалось бы, если бы я так не делал бы, то вы могли бы точно так же просто начать за 5 минут до длайна все загружать и получить тот же самый 5-минутный... Ну, тогда мы сидели бы, допустим, еще 3 минуты и ждали бы, потому что ничего не вылетело. Да, да, тогда в случаях, когда ничего не вылетает... А, ну, хорошо, ладно, я согласен, окей. Хорошо, ладно. В общем, да, 5-минутный, значит, 5-минутный интервальчик будет, да. Хорошо. Ну что, еще вопросы? Опять мафосы и упал. Мафосы и упал? Это плохо. Но я думаю, что я не буду чинить его прямо сейчас. Надеюсь, что либо он сам починится, либо моего починить как-нибудь. Если он не починится, можно тогда пример миттермов на майнерс выложить? Да, хорошо. Можно вопрос? Если мы указываем два способа загрузки работ, если условно одна из них, там, Telegram вылетает, то можно загрузить еще в другую? Конечно, да. Ну, это, прямо скажем, не очень... Мне нужно понимать, мне нужно ассоциировать аккаунт в Telegram, допустим, с конкретным человеком. Поскольку это сделать из метаданных этого аккаунта не всегда просто, то я просто заранее прошу эти данные предоставить, чтобы я мог потом написать скрипт, который у меня выкачает из моего Telegram все эти работы и проассоциирует их с вами. Так вот для этого мне это предварительная регистрация нужна. Хорошо. Ну что, давайте что-нибудь про математику поговорим. Смотрите, значит, сегодняшняя лекция посвящена такому, это называется такая, раздел теории бифуркации, раздел качественной теории дифференциальных уравнений. Посвящен он примерно такому сюжету. Вот мы знаем, что бывают дифференциальные уравнения, у которых фазовые портреты очень похожи. Ну, например, можно представить себе, скажем, линейную и нелинейную какую-нибудь особую точку вблизи этой особой точки, то, что мы обсуждали раньше. Вот, скажем, у вас есть вот такой какой-нибудь фазовый портрет. Ну, допустим, я сделаю седло для интереса. Значит, вот у меня есть линейное седло, какое-то вот такое. И у меня есть нелинейное седло. Какая-нибудь вот такая вот картинка. У меня как-нибудь здесь загнуты. это не так, я хочу седло. Какая-нибудь вот такая вот картинка. Если я смотрю на эти картинки и спрошу, насколько они похожи задают системы, ну, можно отвечать по-разному. Но если меня интересуют именно какие-то ответы на какие-то качественные вопросы про динамику этих систем, то ответы на эти качественные вопросы будут одинаковыми. И там, и там есть положение равновесия. И там, и там оно неустойчивое. И там, и там есть вот эти сепаратрисы, по которым вы можете теоретически в прямом или в обратном времени попасть в эту особую точку, вернее, стремиться к этой особой точке. И там, и там, например, если смотреть, скажем, если я буду стартовать откуда-то вот отсюда, то у меня есть риск попасть либо вот сюда вот влево, либо сюда вправо, и это поведение разделяется ровно вот этой траектории, которая как раз стремится к самой особой точке. Здесь то же самое будет наблюдаться вот только здесь. В общем, качественная динамика сохраняется. Качественная динамика одинаковая для этих двух уравнений. Дальше возникает два вопроса. Первый вопрос. Как бы нам это утверждение формализовать? Как его сформулировать строго? Что означает, что качественная динамика у двух систем одинаковая? Второй вопрос. Как качественная динамика может меняться? Допустим, я меняю какие-то параметры моего уравнения. Что может происходить, когда эта динамика будет меняться как-то принципиальным образом? Например, если у меня есть седло, и я буду немножко модифицировать мое уравнение, то что будет происходить? У вас было седло. Это была особая точка, у которой линейная часть имеет два собственных значения разных знаков. Вещественных собственных значений разных знаков. Если я немножко модифицирую это уравнение, добавлю небольшую добавочку, что произойдет с этим седлом? Ничего особо страшного не произойдет. Как-то у меня немножко поменяются собственные значения, и и больше ничего особого не произойдет. Седло по-прежнему будет седлом, если мое изменение не слишком большое, и фазовый портрет почти не изменится. А как же все-таки фазовые портреты могут изменяться? Что происходит в тот момент, когда фазовый портрет меняется? Обсуждением таких вопросов мы и будем заниматься на этой и на следующей лекции. Это называется введение в теорию бифуркации. Давайте я начну с совсем простого примера. Пусть у меня есть уравнение вот такое. x-точка равняется допустим, ну давайте я просто напишу, что у меня есть уравнение x-точка равняется f от x и пусть у меня есть особая точка, где-то она находится. Давайте для простоты будем считать, что у этой системы особая точка в нуле, и нас будет интересовать какая-то окрестность этого нуля, а больше ничего не будет интересовать. значит пусть есть особая точка. Будем считать, что это x равна нуле. Ну понятно, что если это не x равна нуле, то я просто изменю систему координат, сдвину систему координат и помещу эту особую точку в нулю. Значит, давайте также считать, что f' в нуле, например, отрицательный. Значит, у меня f в нуле равен нулю, f' в нуле отрицательный. Систему можно переписать в таком виде тогда. Мое уравнение. Значит, у меня сейчас все одномерное. И я могу переписать это уравнение в таком виде. Значит, давайте я скажу, что это система 1. x-точка равняется f' в нуле x плюс o маленькая от x квадрат. Нет, от x или что-то будет. Нормальный от x, но большой от x квадрат. Давайте напишем большой от x квадрат. Значит, вот такая штука получается. Вопрос, как выглядит ее фазовый портрет вблизи нуля? все происходит в одномерном пространстве, поэтому фазовый портрет в одномерном пространстве устроен несложно. Наше одномерное пространство просто делится на кусочки, каждый кусочек является фазовой кривой. Значит, что здесь есть? Здесь точно есть особая точка. Давайте нарисую картинку. есть особая точка ноль. Значит, она точно особая. Дальше какие фазовые кривые здесь сходу можно выделить? Значит, 0 особая точка. Что еще? Значит, поскольку уравнение записывается в таком виде, вот эта часть маленькая по сравнению с вот этой частью, поэтому если мы находимся только в окрестности нуля, то знак вот этого выражения будет совпадать со знаком вот этого выражения. Стандартное рассуждение из анализа. Поэтому можно нарисовать такую штуку. Это означает, что давайте я просто прикину, как выглядит фазовый, не фазовый портрет, а просто как выглядит график правой части. Вот я здесь дорисую еще одну. Давайте не здесь, давайте я параллельно его дорисую. Значит, здесь такая штука, а здесь будет соответствующий график. Значит, это х, а вот это х с точкой. Значит, этот график будет выглядеть как-то так. Вот у нас здесь ноль. Дальше правее точки ноль. Какой знак будет иметь вот эту штуку? Отрицательный. Отрицательный, потому что у меня вот эта штука отрицательная. Отрицательный. Значит, если х положительный, то картинка будет какая-то вот такой, а если х отрицательный, она будет какой-то вот такой. Значит, движение вот здесь направлено в какую сторону? Вот здесь направлено в положительную сторону, а здесь направлено в отрицательную сторону. Картинка на самом деле вот такая. Можно еще раз, пожалуйста, аккуратное рассуждение? Почему будет знак такой, понятно, а почему точка именно будет устойчивой? Смотрите, чуть левее особой точки вы куда будете смещаться, влево или вправо? У вас как бы не так много возможностей для того, чтобы двигаться по прямой. Вы можете по прямой двигаться в две стороны, либо влево, либо вправо, либо стоять на месте. Левее особой точки вы двигаетесь куда? Ну, видимо, вправо, но на какое слагаемое мы посмотрели, когда сказали, что мы там двигаемся? Ну, я на самом деле посмотрю вот сюда. Я посмотрел на то, что вот эта штука положительно, значит, сдвигаться буду вправо. Если х штрих от х положительно, то мы сдвигаемся вправо. Ну, конечно, потому что это х с точкой. Это означает, что решение растет. Если оно растет, то это означает, что мы сдвигаемся вправо. Ага, логично, спасибо. И здесь то же самое, значит, со сдвигом влево. Смотрите, давайте я теперь скажу, что я мое решение немножко пошевелю. Значит, чтобы сказать, что означает немножко пошевелю, мне на самом деле нужно будет ввести некоторую дополнительную терминологию. Но давайте считать вот что. Значит, хочу немножко пошевелить. Уравнение 1. Ну, что это означает? Это означает, что я хочу рассмотреть уравнение х точка равняется f от х плюс какое-то маленькое возмущение. Значит, давайте я возмущение обозначу через w от х и скажу, чего я от этого w от х хочу. Я хочу, чтобы w от х был бы маленьким. Давайте считать, что я зафиксировал какой-то отрезочек, скажем, от минус единицы до единицы. И давайте там потребую, чтобы на этом отрезке не было никаких особых точек, и даже близко там не было никаких других особых точек, вот кроме нуля. Значит, здесь у меня есть какой-то отрезочек от минус единицы до единицы. Значит, теперь что я хочу сказать. У меня есть вот это w от х. Я хочу, чтобы w от х была бы маленькой на всем отрезке от минус единицы до единицы. А еще я хочу, чтобы она не просто была маленькой. Я хочу, чтобы у нее производная была бы не очень большой. Значит, давайте я скажу, что w малое... Ну, называют так, c1 малое возмущение. То есть супремум w на отрезке от минус единицы до единицы меньше какого-то эпсилон. И супремум w штрих на этом отрезке тоже меньше эпсилон. Значит, вот это условие, что она не просто малая, а c1 малая. Это условие, которое говорит, что не просто сама эта функция должна быть маленькой, а у нее еще и производная должна быть маленькой. Значит, вопрос. Что произойдет, если я рассмотрю вот такое вот уравнение? Или, если быть точнее, то вопрос такой. Могу ли я так подобрать эпсилон, что какое бы c1 малое возмущение такого уравнения я не рассмотрел, ничего кардинально в моем фазовом потете не поменяется. Ну, давайте еще прикинем, что может произойти. Вот рассматриваю я мое маленькое возмущение. Это означает, что вместо вот этой моей фиолетовой кривой, которая здесь была, будет какая-то кривая возмущенная система. Ну, вот как-то она будет проходить чуть-чуть по-другому. Что может произойти? Давайте так, для начала, что может измениться? Например, у нас у исходной системы была особая точка 0. Обязательно ли у новой системы будет особая точка 0? Нет. Значит, эта штука называется возмущенная система. Не обязательно будет особая точка 0, она может не быть в нуле. Обязательно ли она будет? Обязательно ли эта особая точка останется? Ну, кажется, что да. А почему? Все время по промежуточным значениям? Например, да. Да, например. По теме промежуточным значениям действительно более-менее понятно, что если у нас у исходной системы, например, вот здесь значение было положительное, а здесь отрицательное, ну, когда мы все это немножко пошевелим, вот это положительное значение, оно может как-то измениться. Но мы можем, поскольку мы контролируем вот этот epsilon, мы можем сказать, что мы выберем настолько маленькие возмущения, чтобы это положительное значение по-прежнему оставалось положительным, а, например, вот это отрицательное по-прежнему оставалось отрицательным. Ну, тогда потеряем промежуточным значениям, между ними возникнет какая-то особая точка, никуда не денется. Хорошо. Более интересный вопрос. А может ли такое быть, что у нас особая точка была здесь, значит, была здесь одна особая точка, а здесь возникнет больше, более чем одна особая точка? Вот такое. Бывает или нет? Ну, почему нет? Иными словами, вот когда я сейчас спрашиваю, бывает или нет, это означает следующее. Могу ли я добиться того, чтобы этого не бывало, выбором достаточно маленького epsilon? Вот, например, добиться того, чтобы моя особая точка не исчезла, я могу, выбрав достаточно маленький epsilon. А могу ли я добиться того, чтобы у меня не появилось новых особых точек? Да, можно. Потому что в нуле у нас константное какое-то значение у производной. Мы же предполагаем правую часть C1 гладко, верно? Да. Ну, в таком случае, если у нас какой-то констант... Ну, в нуле есть какое-то конкретное значение у производной, значит, производная C1 гладкая и непрерывная. Возьмем маленький отрезок, она там будет ограничена, и можно взять epsilon очень-очень маленькая, соответственно, чтобы его производная была значительно ниже, чем UF, и, соответственно, ему никуда не будет. Да, отлично. Это, кажется, впервые я слышал такое аккуратное рассуждение на этом этапе. лекции. Очень хорошо. Действительно, смотрите, давайте я еще раз повторю. Смотрите, давайте предположим, что у нас... Значит, давайте я даже сформулирую аккуратное утверждение. Можно коротенький вопрос? Да, давайте. Я правильно понимаю, что мы производим их epsilon, мы их с двух сторон epsilon ограничиваем или только сверху? Ой, да, здесь надо, конечно, модуль поставить. Да, простите, это я... Это я ошибся. Здесь нужно модуль. Окей. Спасибо. Спасибо. Так, значит, утверждение такое. Для всякого уравнения 1 найдется такое epsilon больше нуля, что для всякого W, значит, с вот этими условиями, система 2 или уравнения 2 имеет единственную особую точку. Допустим, на отрезке, на котором мы ее рассматриваем. Ну, давайте, если уж совсем аккуратно с окрестностями, давайте я скажу так. Для всякого уравнения 1 найдется такая окрестность U, содержащую 0, даже пусть будет не U, а какой-то compact K, содержащую 0. И найдется такой epsilon больше нуля, что для всех W, значит, здесь тогда supreme и supreme мы должны браться тоже по K. Уравнение 2 имеет единственную особую точку на K. . Значит, K – это какой-то отрезок, содержащий 0. Давайте аккуратнее напишу. Значит, вот здесь тогда нужно заменить это все на K. Доказательства. Ну, давайте, значит, первое. Особая точка не исчезнет. Значит, а именно. Давайте возьмем… Ну что, вот у нас есть наше исходное решение. Давайте возьмем какой-нибудь такой отрезочек, чтобы… Значит, вот у меня мой отрезок K устроен таким образом. Возьмем в качестве K отрезочек, допустим, здесь пусть будет минус альфа, а тут пусть будет альфа. Такое, что f от альфа меньше нуля, f от минус альфа больше нуля. Какие-то конкретные числа. Дальше возьмем… Эпсилон, допустим, равный… Ну там, я не знаю, минимум f от альфа. f от минус альфа. Здесь нужно взять модуля. Сейчас начинается какая-то мотонистская жесть. Нужно его поделить пополам. Тогда… Значит, давайте я вот эту возмущенную систему как-нибудь тоже назову ее правую часть. Пусть у меня здесь… Вот эта штука называется g от x. Тогда g от x обладает свойством… g в точке альфа тоже меньше нуля, и g в точке минус альфа больше нуля. По теореме пряможидочного значения существует точка x со звездочкой. Такая, что g от x со звездочкой равняется нуля. Значит, это первое рассуждение. Понятно, как оно устроено? Видимо, понятно. Значит, это первая часть была. Вторая часть. Новых особых точек не появится. Значит, ну давайте еще раз посмотрим на… картинку. Значит, вот у нас была наша исходная картинка. Как-то вот так она была устроена. Значит, давайте предположим от противного, что появились. это означает, что наша новая картинка должна выглядеть как-то вот так. Идея состоит в том, что чтобы она выглядела бы как-то так, нам нужно, чтобы… где-то вот здесь возникла производная положительная. Нам нужно, чтобы где-то шло возрастание. Потому что если наши функции монотонно убывают, то у нее только один корень может быть. Но давайте докажем, что это невозможно. Ну, действительно, значит, это был x, x с точкой. Значит, если существует более одной особой точки, обязательно существует такая точка x1, что g' в точке x1 будет… что про него известно. Значит, это убывало, а она будет больше либо равна нулю. в теореме Лагранжи. Если у вас есть две особые точки, можно применить к ним теореме Лагранжи и сказать, что в этом случае обязательно между ними найдется точка, где произвол 1, по крайней мере, 0. Дальше. Значит, верно следующее. У нас функция… Зачем она нужна? Что больше либо равна нулю? Почему просто? А как вы хотите? Ну, слушай, а, вы хотите сказать, что она просто равна нулю? Ну, можно сказать, что она равна нулю. Да, этого достаточно. Давайте скажу, что она равна нулю. Значит, у функции f производная f' в точке 0 – это какое-то конкретное отрицательное число. Значит, можно выбором подходящего као, если мы считаем… Мы считаем, что у нас там все функции достаточно гладкие. В частности, мы считаем, что функция f – c1 гладкая. Наверное, это, конечно, надо было явно сформулировать, что f – c1 гладкая. Значит, пусть… Давайте я это здесь напишу. Значит, раз f – c1 гладкая, то это означает, что у нее производная непрерывная. Если у нее производная непрерывная, то это означает, что если она меньше нуля в этой точке, в точке 0, то и она меньше нуля в какой-то окрестности этой точки. Значит, в некотором k f' от x меньше нуля для всех x из k из непрерывности f'. Ну, давайте возьмем теперь минимум по всему k. Хорошо, она отрицательная, значит, нужно взять максимум f' от x. И возьмем, положим… Значит, вот эту штуку мы теперь поделим пополам. И скажем, что пусть у нас epsilon вот такой. Ну, понятно, получились разные epsilon, но мы возьмем из них просто минимум. На первом и на втором шаге получается разный epsilon, мы возьмем между ними минимум. Тогда что такое g' от x? g' от x – это есть f' от x плюс w' от x и g' от x меньше чем f' от x минус epsilon. Ну, потому что самое большое, что мы можем… Сейчас, значит, не минус здесь должен быть, а плюс. Потому что у меня f' отрицательный, значит, самое большое, что может быть, это я могу его увеличить на epsilon, добавляя вот эту штуку. Самый для меня неблагоприятный случай – это когда я добавляю здесь целиком epsilon. Больше чем epsilon не добавлю. Ну, давайте я здесь напишу меньше либо равно для аккуратности. Значит, эта штука по-прежнему меньше нуля, потому что вот эта штука была. Значит, epsilon выбран вот таким образом. Ну и все. Собственно говоря, противоречие, потому что вот здесь нам нужна такая штука, а здесь у нас есть вот такое ограничение. Короче говоря, идея такая, что если говорить неформально, то для того, чтобы вот этот график вот так вот загнуть, нам нужно вот здесь очень сильно изменить его производную. Изменить его производную, ну, уж как минимум, на величину порядка того, какая у нее производная была здесь по модулю. Потому что нам нужна производная как минимум нулевая, а лучше положительная. Вот. Если мы ограничиваем эту производную, то ничего не получится. Вот такая теорема. Понятно ли эта идея? Да. Отлично. То есть смотрите, что это означает? Это означает следующее, что если у нас встретилось, вот у нас одномерное уравнение, если у нас встретилась особая точка, то если мы систему немножко пошевелим, немножко вот в этом смысле, в смысле добавим некоторое C1-маленькое возмущение, то с этой особой точкой ничего не произойдет. Она может чуть-чуть переместиться, но она никуда не денется, не появится новых особых точек, не поменяется тип устойчивости особой точки. И вообще фазовый портрет будет выглядеть с качественной точки зрения, будет выглядеть точно так же. Это особая точка, все траектории с одной стороны входят и с другой стороны входят, и все. Единственное условие, которое нам нужно было здесь наложить, это вот это условие. Ну, понятно, что я здесь потребовал, чтобы f' была меньше нуля, если я потребую, чтобы f' была больше нуля, все то же самое будет, только стрелочки в обратную сторону, но и в рассуждениях нужно будет на знаке поменять в обратную сторону. Но логика такая же. Вопрос, а как тогда, как же тогда фазовый портрет вообще может меняться? Ну вот так, казалось бы, у нас было какое-то уравнение, в нем были какие-то особые точки. Я чуть поменял, получил другое уравнение, но в нем такие же особые точки. Потом еще чуть поменял, снова получилось другое уравнение, но в нем такие же особые точки. И так, вроде, казалось бы, я могу менять, 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 и ничего никогда не будет меняться. Почему так не работает? В какой ситуации все-таки фазовый портрет, даже маленьким возмущением, будет меняться принципиальным образом? Когда там, может, производные нулевые? Да. Ну, логично, что если мы доказали, что, значит, ничего не меняется, если вот это условие выполняется, то нужно это условие нарушить. Ну, причем нарушить, естественно, больше нуля тоже плохо, то же самое будет. Значит, нужно потребовать, чтобы эта штука была просто ноль. Давайте рассмотрим такой пример. Он, с одной стороны, простой, а с другой стороны, очень поучительный. Давайте рассмотрим уравнение. x точка равняется x квадрату. Значит, это такое уравнение, у которого вот такой фазовый портрет. Значит, мы это уравнение любим за то, что у него фазовые кривые стремятся, у него решения стремятся к бесконечности за конечное время. Но, на самом деле, у этого уравнения есть и другие хорошие интересные свойства. Значит, вот, в частности, фазовые кривые у него направлены вот так. Вот эта особая точка не является устойчивой. Ну, ее иногда называют полуустойчивой, потому что она как бы слева вроде как устойчивая, а справа вроде как неустойчивая. А давайте теперь посмотрим, что будет происходить, если я буду это уравнение немножко шевелить. Значит, опять же, полезно нарисовать картинку график x точка от x. Значит, в данном случае графиком x точка от x будет просто парабола. Вот такая штука. Что будет, если я буду теперь возмущать эту картинку? Что может происходить? Ну, на самом деле, в качестве возмущения можно выбрать какую-то очень простую функцию, c1 маленькую. Какую? x куб? Не очень простая. Можно же константу просто взять. Константу. Да, давайте возьмем константу. В качестве возмущения, значит, чтобы у нас функция была, c1 маленькая и малость регулировалась бы параметром epsilon, ну, давайте просто скажем, что у нас эта константа равна epsilon. Значит, рассмотрим такое семейство. x точка равняется x квадрат плюс epsilon. Это означает, что мы вот эту параболу будем просто двигать вверх-вниз. Соответственно, возможно, два варианта. Первый вариант. Мы подвинули эту параболу вверх. Что случилось с особыми точками? Была особая точка и нет особой точки. Другой вариант. Я подвинул эту параболу вниз. Теперь была одна особая точка, появилось две особых точки. Значит, видно, что в этом случае фазовый портрет будет меняться принципиальным образом. Значит, давайте посмотрим. Вот эта картинка для epsilon равная 0. Давайте я ее перемещу куда-нибудь так, чтобы она была в центре. И нарисую картинки для epsilon отрицательных и epsilon положительных. Значит, вот у меня фазовое пространство. x, x. Значит, здесь x, тут x с точкой. И здесь парабола, например, вот такая. Это соответствует случае epsilon меньшему. И у нас возникают две особые точки. Значит, какая особая точка устойчивая, а какая неустойчивая? Левая устойчивая, а правая нет. Ну да. Нужно просто стрелочки расставить. Там, где положительное значение принимает парабола наши, там нужна стрелочка вправо, а в остальных точках стрелочка влево. Вот там, где отрицательная стрелочка влево. Вот так на все это устроено. Значит, по серединке движемся влево, а справа и слева движемся вправо. И вот здесь произошла другая штука. Здесь у нас параболка вот такая, и траектория стала вообще одна. Вот такая вещь. Нет особых точек. Одна особая точка, две особые точки. Вот смотрите, значит, тут принципиальная разница с предыдущим сюжетом. В предыдущем сюжете, вот если я какую-то конкретную функцию задал, вы могли подобрать такое epsilon, что если ваше возмущение меньше этого epsilon, то ничего не поменяется. А вот в этом сюжете все не так. А именно, вы здесь какую малость вот этого epsilon не потребуете, все равно вы получите ровно вот эти три картинки. Все равно при маленьких, сколько годов маленьких положительных epsilon у вас будет такой фазовый портрет, при маленьких отрицательных epsilon у вас будет вот такой фазовый портрет. Эти фазовые портреты качественным образом разные. У них разное количество особых точек. Разное вообще количество фазовых кривых в данном случае просто можно посчитать. В общем, они разные с любой практической точки зрения. И вот в такой ситуации говорят, что при epsilon равняется нулю в этом семействе происходит бифуркация. Я пока не даю формального определения, но сейчас дам. Значит, неформально фазовый портрет поменялся принципиальным образом, изменилась его топология. И это полностью отличает этот сюжет от предыдущего сюжета. Вот. Понятна ли идея? А еще раз? Можно? Да, спрашиваю. Такой вопрос. Что именно мы еще раз подразумеваем под бифуркацией? Вот что у нас здесь появилось? Сейчас скажу аккуратно, а неформально это означает то, что вот при epsilon равняется нулю у нас система находится у системы такой, так сказать, система такая, что маленькими возмущениями, сколь угодно маленькими возмущениями можно сделать ее не похожей на саму себя. Была такая с одной особой точкой, мы чуть-чуть ее шевелили, всю систему целиком, получили вот такую, вообще без особых точек. Принципиально изменилась. Что значит принципиально изменилась, сейчас скажу. Спасибо. А ведь это для многомерного случая также, да, наверное, работает. Типа, если у нас нормальная линейная система была задана, ну, с приближением, то чуть-чуть изменим, там собственные значения не поменяются. Если там какое-то линейное приближение занулялось, то там тоже может что угодно произойти. Да. Более того, в многомерных случаях там, в общем, похоже, что происходит. Да, но идея похожая, да. Но, правда, даже если система была линейной, у вас все равно, то есть, даже если линейная система, даже если линеризация была нетривиальной, то есть, собственные значения были не нулевые, у вас все равно может происходить бифуркация. Это бифуркация Андронова Хопфа, мы в следующий раз по ней поговорим подробно. Вот. Хорошо. Давайте я сформулирую несколько определений. Значит, давайте я скажу вот что. Так, во-первых, нужно дать определение того, что такое гомеоморфизм. Отображение f из x в y. Ну, про x и y можете думать, что это куски rn, какие-то области в rn, не обязательно в одинаковых, области в каких-то vrn и rk. Неважно, кто они такие. Значит, вот такое отображение называется гомеоморфизмом. Если оно непрерывно, обратимо и обратное тоже непрерывно. Значит, это отображение, которое непрерывно вместе со своим обратным. Можете привести пример какого-нибудь отображения, которое было бы, например, непрерывным, но не было бы гомеоморфизма? Все в одну точку, Боянджи. Все в одну точку, да. Хорошее непрерывное отображение, но не гомеоморфизма. Можете привести какой-нибудь пример непрерывного отображения, которое было бы обратимым, но при этом не гомеоморфизма? Тут уже немножко посложнее, но давайте я приведу такой пример. Давайте представим себе, что я полуоткрытый интервал вот такой от нуля до единицы отображаю в точке на r квадрат, отображаю в окружности. Вот такое отображение. Значит, где я написал, что оно обратимое, имеется в виду, что есть обратное, определенное, естественно, на образе. То есть я не требую, чтобы оно переходило бы в весь y. Я не требую сюрреективности, но я требую инъективности, я требую, чтобы оно точки не склеило. Значит, вот такое отображение. Давайте на него посмотрим. Оно является непрерывным. Ну да, является. Близкие точки оно переводит в близкие точки. Оно является обратимым. У каждой точки этой окружности есть ровно один прообраз. Я специально взял здесь полуоткрытый интервальчик, чтобы в соединице не возникало проблем. Значит, вот эта точка отображается обязательно в ноль. Является ли обратное отображение непрерывным? Нет, не является, потому что можно взять точку чуть выше x равно 1, чуть ниже x равно 1, и они перейдут в 0 и 1 полуинтерваль. Да, но вот если я возьму вот такую точечку, она перейдет куда-то вот сюда вот. А если я возьму вот такую точечку, она перейдет далеко вот сюда вот куда-то. Понятно, что я их могу взять сколько угодно близко вот в этом пространстве, но при этом здесь они будут переходить в далекие точки. Поэтому это не гомеоморфизм. Ну, если думать про гомеоморфизмы, то это, в общем, такие отображения, которые вносят какие-то искажения в наше пространство, но они не делают никаких разрывов и никаких склеиваний. Значит, вот такие отображения — это гомеоморфизм. Дальше, определения. Системы x с точкой равняется v от x и y с точкой равняется o от y называются орбитально-топологически эквивалентными. Если существует гомеоморфизм, y равняется h от x, переводящий фазовые кривые x с точкой равняется v от x в фазовые кривые y с точкой равняется u от y. с сохранением направления движения. Давайте посмотрим. Например, вот у меня есть два фазовых портрета. Один вот такой фазовый портрет, а другой вот такой фазовый портрет. Являются ли соответствующие системы орбитально-топологически эквивалентными? Иными словами, можно ли отобразить одно фазовое пространство в другое фазовое пространство с помощью гомеоморфизма так, чтобы фазовые кривые перешли в фазовые кривые? Нет, у нас же непрерывность нарушится. Ну да, а как проще всего увидеть, что обязательно нарушится? Тут даже я бы сказал, ну смотря в какую сторону отображение писать, скажем, если писать отображение вот отсюда сюда, скажем, если я хочу вот такое отображение h рассмотреть, то что я должен сделать? Чтобы фазовые кривые отобразить в фазовые кривые? Нужно две точки склеить, это будет не взаимно однозначно. Ну да, как минимум вот эти две точки, значит, во-первых, значит, каждая из этих точек должна перейти в фазовую кривую. Значит, она должна перейти обязательно тоже в особую точку, потому что иначе, ну, как бы я одну точку не могу перевести в целую кривую. Никаким образом. Ну, значит, она обязана переходить в одну и ту же особую точку, потому что здесь других нет. Значит, у нас просто отображение не является взаимно однозначно. Другой пример. Допустим, у меня есть вот такая штука. И вот такая штука. Значит, являются ли такие штуки орбитально-топологически эквивалентными? А можно как раз вопрос, связанный с этим? Давайте. А как мы определяем вообще направление? А, без разницы. Мы сейчас в одномерном случае, да? Да, сейчас мы живем в одномерном случае. У нас, значит, вот я рисую картинки, это считается у меня. Все фазовое пространство здесь и здесь. Вы про какое направление спрашивали? Ну, вообще просто, кажется, если там в многомерном случае определять то, что такое направление... Ну, вы говорили, что... А, нет, ну, смотрите. Название там, где сохраняют направление. Сейчас, сейчас. Смотрите, если вы переводите фазовую кривую в фазовую кривую, то у вас зафиксировано, что такое направление движения вдоль этой фазовой кривой. То есть, вот вы отобразили одну фазовую кривую в другую фазовую кривую. Это можно сделать непрерывно только двумя способами. Либо так, либо наоборот. Фазовая кривая – это одномерная штука. Поэтому, что такое направление движения вдоль фазовой кривой – это корректно определенное мнение. Ну, допустим, понятно, на самом деле, не очень. Ну, сейчас, смотрите. Вот, допустим, у меня есть какая-нибудь менее, значит, одномерная картинка. Ну, вот. Вот у меня жила-была здесь фазовая кривая какая-нибудь. Значит, допустим, что у меня есть какая-то орбитально-топологически эквалидная система. Значит, есть отображение H, которое ее переведет в какую-нибудь другую фазовую кривую. Вот здесь у меня стрелочки направлены вот так. Дальше. У меня отображение H переводит… Это отображение, которое какие-то точки этой кривой переводит в какие-то точки этой кривой. Значит, давайте я возьму две близкие точки на этой кривой и скажу, что отображение H перевело их вот так. Оно перевело вот эту точку вот сюда, а вот эту точку вот сюда. Вопрос. Как мне нужно поставить стрелочку на вот этой штуке, чтобы направление движения сохранилось? А, все, я понял. Ну, вот здесь единственным образом только вот так. Все. Вот. Итак, значит, возвращаюсь сюда. Что можно сказать про эти две системы? Они являются орбитально-топологически эквалидными или нет? Да нет. Не являются? А почему? Ну, потому что если мы там, давайте справа влево будем, если мы будем двигаться по фазовой кривой, то на правой картинке мы будем летать бесконечности, а влево стремится кто-нибудь. Ну и что? А почему какая-нибудь инверсия не сработает? Почему какая-нибудь инверсия не сработает? Потому что как раз решается проблему, что это не бесконечности. Да. Значит, инверсия — это типа функция, типа у равняется единица, деленная на х, не является непрерывной в нуле. Она вам 0 отправит в бесконечность. Давайте просто на левой картинке особую точку рассмотрим, и она никуда не может перейти. Ну нет, смотрите, я могу сказать так, что вот эта особая точка, она, по крайней мере, обязана перейти вот в эту особую точку, потому что других нет. А с другой стороны, давайте теперь рассмотрим какую-нибудь траекторию. Вот эту, допустим, траекторию. Значит, она обязана перейти в какую-то из этих траекторий. Либо в эту, либо в эту. Но направление движения у нее должно сохраниться. Поэтому, например, действительно можно рассмотреть, вот на этой траектории рассмотреть предел при Т стремящемся к бесконечности. Здесь он стремится к этой особой точке. Значит, в силу непрерывности h он и тут должен стремиться к особой точке. Но здесь соответствующий предел, наоборот, стремятся не к особой точке, а от нее. Поэтому нет такого отображения. Здесь мы сейчас пользуемся непрерывностью. Это такое же рассуждение, да? Ну, да. Да. Я согласен. Сейчас, я правильно понимаю, что нам достаточно использовать последовательность из трех или даже двух точек? Ну, потому что вот, если мы знаем последовательность из трех точек, то мы уже знаем все направления. Ну, да. Поэтому можно просто две точки рассмотреть. Да, да, да. А, понял. Вот. Окей. Так, ну, давайте я, значит, у меня время закончилось. Давайте я быстренько сформулирую последнее определение, которое мне нужно. Значит, определение. Система x точка равняется v от x, называется структурно устойчивой. Если существует такое ε0, что для всяких возмущений W от x меньше ε0 само и его, хорошо, давайте я напишу, W от x меньше ε0 по модулю. Система x точка равняется v от x плюс w от x и является орбитально-топологически эквивалентной. Это называется возмущенная система. Орбитально-топологически эквивалентной. Исходной системе. Чуть непонятно, это на всем r2 или это в окрестностях? Вот это хороший вопрос. Значит, тут нужно, конечно, немножко аккуратно действовать. Но давайте считать, что я зафиксировал какую-то область, которая меня интересует. И задаю вопрос про эту область. Нас, как правило, будет интересовать окрестность особых точек, потому что мы сейчас, ну, по крайней мере, в рамках этих двух лекций, мы дальше локальных бифуркаций, это бифуркация, которая происходит в окрестностях особых точек, не уйдем. Но, в принципе, можно рассматривать и какие-то более глобальные картинки, заданные на какой-то… Там какие-то проблемы найти единый эпсилон для всех особых точек? Там могут возникать проблемы, как правило, ну, на самом деле, всякие проблемы с разными эпсилонами, они сводятся к тому, что мы требуем, на самом деле, чтобы наша система была определена на каком-нибудь компакте. Значит, на самом деле, на практике, вместо того, чтобы рассматривать дифференциальное уравнение на плоскости, я рассматриваю дифференциальное уравнение на сфере, а сфера компактна, и там жить становится гораздо проще, чем на плоскости. Там исчезают всякие эффекты, связанные с тем, что какое-то решение может уйти на бесконечность, а вот всякие вот эти вот странные вещи исчезают. Вот. И мне приходится, поскольку мы не обсуждали, что такое дифференциальное уравнение на сфере, мне тут приходится иногда немножко подхимичивать, чтобы все утверждения были бы правильными. Время от времени мне не удается этого сделать, и время от времени разные коллеги находят в моих заметках какие-то ошибки, связанные с тем, что я опять забыл, что мы рассмотрим уравнение на плоскости, а плоскость некомпактна. Так или иначе, нужно как-то определить, в каком пространстве мы работаем. Но после того, как мы это сделали, это определение становится достаточно четким. Вот. Ну и, собственно говоря, теперь возвращаясь к вопросу, а что такое бифуркация. Бифуркация — это такое, значит, мы говорим, что при каком-то значении параметра происходит бифуркация, если при этом значении параметра система не является структурно устойчивой. То есть, если маленьким возмущением, мы можем ее изменить, топологию фазового портрета. Ну и, возвращаясь к исходным историям, здесь видно, что в окрестности особой точки, вот здесь, вот эти системы, которые мы рассматривали, они были структурно устойчивыми. А вот в этом сюжете при ε на равном нулю действительно происходит бифуркация, потому что вот эта штука не является орбитально-топологически эквивалентной вот этой штуки. Эта штука не является орбитально-топологически эквивалентной вот этой штуки. В общем, явно меняется топология фазового портрета. Вот. Ну, вот такая история. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Ну, у меня такой вопрос есть. Смотрите, вот мы здесь рассматривали случай, когда у нас первопроизводная равна нулю. И ограничивали как раз вот это возмущение, чтобы у нее первопроизводная была ограничена. Вот. Если мы, ну, понятно будет, что если мы ограничим порядок второй производной возмущений, то все будет хорошо даже в этом случае. Ну, то есть, вот у нас есть функция возмущения, если у нее вторую производную тоже ограничена ε, то даже вот этот пример, который у вас сейчас написан, то он будет нормальный. Там не будет вкратце. Сейчас, вы хотите ограничить вторую производную, но не ограничивать первую производную? Нет, первую тоже ограничить. И первую ограничивать. Сейчас, вы говорите так, что если мы требуем, чтобы у нас функция была маленькой в c2 топологии, то что вы утверждаете? Ну, вроде это понятно, но что если, да, мы требуем, что она будет в возмущении быть маленькой в c2 топологии, то сейчас, то и вот этот пример, который, ну, сейчас. Этот пример будет проходить равно так же. Если и первая, да, если, то, короче, первой производной можно быть нулю, быть все равно, и все будет хорошо. А что значит хорошо? Бифоркации не будет? Да. Нет, неправда. Смотрите, вот мы здесь рассматривали, у нас здесь возмущение, константное. Константное возмущение является для, как бы, маленького значения константы, оно является маленьким в любой топологии, хоть c2, хоть c3, хоть c10, хоть c бесконечность. Поэтому... Ладно, вопрос отпал тогда. Вот, поэтому, как бы, на самом деле, мне кажется, что никакого, никаких интересных новых эффектов не будет происходить, если вы будете требовать больше, как бы, если вы будете, значит, требовать малости в более сильной топологии c2 или больше. Вот разница между c1 и c0 очень существенная, потому что можно подобрать такое c0 маленькое возмущение, чтобы, допустим, вот в этом сюжете появилось бы три особых точки. Поэтому там теория для c0 неинтересная, там слишком она... Возмущения слишком разные бывают. А теория для c1 оказывается содержательной. А для большего, для больших c, кажется, она оказывается такой же, как для c1. Ну ладно, ну просто у меня вопрос, как бы, опирался на утверждение, которое оказалось неверным, поэтому неважно. Все. Так. Хорошо, ну что, тогда на сегодня все. До завтра, до контрольной работы завтра. А надо будет в Zoom заходить или куда-то, или просто... Если у вас возникнет какой-нибудь вопрос, который вы захотите абсурдить голосом, то можно будет. А так, следите за почтой, я все на почту буду присылать. То есть в Zoom только вы будете сидеть там, а можно будет вопрос задать. Да. Спасибо. Спасибо, до свидания. Хорошо, до свидания, до завтра. До свидания. До свидания.